понравилось воронеже это было классно это была ночь короткая воронежская полоса миниатюрный перрончик мне так понравилось воронеже второй пилот сажал но немножко так плотно посадил вижу расстроился на разбеге извиняться начал я говорю ладно забей все же нормально давай сначала заруливаем сруливаю что-то полез там смотреть перегрузку и говорю подожди подожди ну самолет же катится колеса на месте сейчас заруливаем посмотрим это еще приземлились немножко правее осевой зарулили посмотрели наш удивительный самолет выдал перегрузку 1 и 2 хотя достаточно жестко приземлились вот иди что ты переживал лучше меня сажаешь самолет мы посмеялись поражали дальше я уже не большую лекцию позволил себе прочитать ситуация такая достаточно распространенная у нас на генетическом уровне у нас любовь к мягким посадкам боясь жестких посадок смотри вот посадил ты самолет ударил землю ударил мы же не развалились слава бог такие посадки для самолета они как комариной куст вот ты сел правее сразу начал извиняться переживать а мы же еще даже не остановились продукты мы выкатили сейчас вот выкатывание это тоже серьезно тут уже можно самолет повредить с большой гарантией такие проблемы начнутся после этого что просто гадалки не ходи ну сел стукнул и стукнул катись дальше затормаживайся сруливай заруливай то есть мы же можем рулить да если вы на стойке отлетели там другое дело это совсем уже плохой случай вот я говорю про те посадки которые самолету как комариной кусту летчики уже переживают потому что ну так принято переживать нашей стране и вот я всегда рассказываю как у меня менялось мировоззрение то есть было для меня наглядным уроком была ситуация в Омане самом начале полетов я помню какой-то ночной рейс спускаюсь уже по телетрапу в самолет навстречу идут коллеги пилоты ну как всегда все там довольны и счастливы как дела замечательно как у тебя дела прекрасно ты куда я туда я оттуда как самолет все прекрасно ну давай давай захожу в кабину беру бурджинал в руки и читаю запись этими ребятами только что сделанную подозрение на грубую посадку аспект хардлендинг я думаю бляха там уха если бы я в россии дошел самолет и увидел с аспект хардлендинг то эти пилоты бы ну сто процентов такими веселыми не были там может быть волокордин бы пили за сердце бы хватались там начальникам звонить ну потому что у нас очень любят жестко за жесткие посадки сейчас правда где-то начинает смягчаться ситуация это правильно но все равно память народная она еще это ну и дальше лекции продолжаю гораздо хуже когда человек начинает делать все что посадка была мягкой хотя это не всегда требуется и вот тогда вырастает риск посадки грубый как не смешно то есть человек садится не поставив руды в малый газ она это на сути так критично потому что если руды малый газ не поставлены то есть логика работы не даст выпустить необходимые поверхности на верхней части крыла спойлера и самолет если подстукнулся как-то посильнее либо на повышенной скорости а повышенная скорость опять же одна из методик сесть помягче он имеет тенденцию козлить ну а дальше что колеса раскрутились один из факторов сработал по выпуску одной части спойлеров и когда человек ставит машинально малый газ после отскока самолета от земли спойлеры выходят резкое падение подъемной силы каприрующий момент от вышедших спойлеров самолет просаживается и ладно если это просто грубая посадка 9 из 10 грубых посадок на 737 состоялись по только что озвученному мной сценарию именно вот так так вот если человек еще и дернет на себя от скоба повыше небольшой риск посадки на хвост и в интернете гуляет видео расследование то есть уже по материалам расследования посадки трансаэра 737-400 домодедово то есть там расшифровка показания приборов закадровый голос экипажа все это было выложено в интернет все это можно найти 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 вот абсолютно по вот этому сценарию посадка была произведена и таких посадок в истории авиации на 737 было много вот именно касание хвостов не во всех случаях было было стремление мягко сесть но во всех случаях методика посадки была неправильной вот я лично расследовал случаи грубых посадок когда пилот вот-вот до последнего руду не убирал потому что некоторый пилот распространяет поверишь что где малый газ поставишь там и сядешь и что скорость надо побольше держать ну то есть уже два фактора сложились до плохо с этим надо бороться пусть лучше он сядет пожестче но по крайней мере без козла ты в воздухе не будешь ставить рудок то есть выпустятся спойлеры и они не дадут сам эту скозлить но если даже он скозлит то это будет там 10 сантиметров что ничего страшного и нет так что вот так начал про воронеж и закончил грубыми посадками интересно